Здравствуйте! Добро пожаловать на Credit Matters TV. Я Александра Балат, со мной в студии сегодня Борис Копейкин. Мы представляем группу региональные и муниципальные финансы и сегодня обсудим финансовое положение и кредитное качество российских регионов. Борис, указы президента и замедление темпов экономического роста в России оказывают давление на финансовые показатели регионов. Скажите, как вы это оцениваете и что будет происходить с кредитными рейтингами регионов в ближайшие 2-3 года? Действительно, ситуация ухудшается. Мы выпустили об этом достаточно детальный отчет, который вы можете найти у нас на сайте. В первую очередь, требование увеличивать расходы в общественном секторе на заработные платы, не подкрепленные соответствующим финансированием. Из-за этого ухудшается финансовое положение очень многих регионов, в первую очередь менее богатых самых слабых, некие законодательные введения, связанные с налогом на прибыль. Опять же, на фоне затухающего экономического роста они не помогают никаким образом наращивать доходы, что и видно из последней статистики. Поступление по налогу на прибыль достаточно существенно снизились за прошедшие месяцы этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Соответственно, соотношение между доходами и расходами ухудшается. А вот эти процессы, они в одинаковой степени затронут все регионы или все-таки те регионы, с которыми мы работаем, они обладают большей прочностью. То есть, насколько все-таки это отразится на рейтингах, и что можно сказать о тех регионах, с которыми, рейтинги которых мы не поддерживаем, насколько там ситуация хуже или лучше? Ну, если мы рейтингуем регионы, это не значит, что с ним ничего не случится, но действительно, мы в основном работаем с регионами, которые отличаются более высокой, чем с средней бюджетной обеспеченностью, очень часто отличаются более высоким качеством управления. И мы считаем, что в сложившейся ситуации регионы более богатые, у которых доходов и расходов в рублях в расчете на жителей в бюджете существенно больше среднего, и одновременно с высоким качеством управления смогут с этой ситуацией справиться относительно безболезненно. А так как многие из этих регионов это те регионы, у которых есть наши рейтинги, то из-за этого у нас и не происходит каких-то массовых негативных рейтинговых действий. Но с другой стороны, регионы относительно небогатые, у которых уже меньше осталось каких-то резервов для сокращения в расходной части бюджета, вот они-то в первую очередь и затронуты теми проблемами, которые вызваны указами. Ну и вот у этих-то регионов как раз в основном рейтингов нет. А что будет с долговой нагрузкой? Потому что уже сейчас объем долга всех регионов и муниципалитетов приближается к полутора триллиона рублей, и понятно, что если будет больше дефицит, то придется и больше занимать. Тоже мы всегда говорили о том, что в среднем уровень долга и долговой нагрузки российских регионов был невисок. Но вот сейчас, если просто продлить этот тренд, наверное, он будет возрастать. И если, например, средний уровень долга достигнет 35-40%, насколько уже эта проблема будет существенна и усилятся ли риски рефинансирования? Действительно, мы ждем, что дефициты вырастут. По нашим ожиданиям, уже в следующем году консолидированные дефициты по всему сектору окажутся на уровне 600 миллиардов рублей, в 2015 году это 800 миллиардов. Отсюда, собственно, и наши ожидания, что к концу 2015 года при отсутствии какого-то существенного изменения в федеральной политике объем долга регионов и муниципалитетов превысит 3 триллиона рублей. Но, опять же, я говорю, при отсутствии какой-то реформы, при отсутствии изменения тех подходов, которые сейчас демонстрирует федерация. И, конечно, опять же, ситуация будет разная. Потому что, с одной стороны, этот долг останется относительно умеренным. Но больше, чем у половины субъектов федерации, по нашему оценку, он может уже выйти за 60% дохода бюджета. А учитывая, что заимствования, которые осуществляют регионы и муниципалитеты в России, это в основном краткосрочные заимствования, заимствования на год, на два, на три. Такой уровень долга сразу же транслируется в достаточно высокий уровень долговой нагрузки. Когда вам нужно ежегодно отдать 15-20% бюджета на погашение обслуживания, без рефинансирования вы этого сделать не сможете. А если с рынками что-то произойдет, то фактически вы окажетесь в предефолтной ситуации. А что в этом случае будет делать федерация, уже понятно. Потому что мы наблюдаем, что каждый год объем финансовой помощи и межбюджетных трансфертов, и бюджетных кредитов, он обычно закладывается довольно консервативно в федеральном бюджете, но по уходу года, в течение бюджетного года, эти объемы обычно увеличиваются. Скорее всего, в 2013 году мы увидим похожую ситуацию, но все-таки что будет дальше и есть ли какой-то принципиальный выход из этого структурного дисбаланса? Действительно, каждый год денег дают больше, чем закладывает бюджет первоначально. Но фундаментально пока этот проблем не решает. И в проекте бюджета на 2014-2016 года мы не видим какого-то фундаментального решения. Поэтому мы до сих пор его ждем по-настоящему. Либо регионам предоставят гораздо больше помощи самым слабым, либо все-таки каким-то образом снизят требования по расходам. Возможно, какая-то комбинация этих мер. Но мы понимаем, что самым слабым без изменения федеральной политики, без дополнительной помощи не справятся. Ну и, наверное, это означает, что в такой ситуации особенно важно будет качество управления самих регионов и то, что будут делать регионы в тех довольно узких рамках, в которых они находятся, и по управлению расходом, и по управлению долгом. Для самых слабых, наверное, нет. Потому что им уже мало что остается делать. Они и так уже отказались от всего того, чего могли. Но для регионов более обеспеченных, и в первую очередь для тех регионов, с которыми мы работаем, действительно очень важно уметь контролировать расходы, очень важно управлять долгом. Тогда они смогут сохранить свое кредитное качество, несмотря на ухудшающиеся условия. Хорошо, спасибо. Это было Credit Matters TV. Увидимся в следующих выпусках.